Уважаемые коллеги, председатели, спасибо большое оргкомитету за приглашение. Нам всегда приятно выступать на конференции, где присутствуют не только диагносты, но и врачи, которым это необходимо, кто принимает решение после того, как мы что-то написали или что-то увидели. Порядка 50% пациентов при инициальной диагностике имеют метастазы, и это ни для кого не секрет в этом зале. Все это и диктует необходимость достаточно широкого применения различных методов визуализации для определения первичного очага, метастатического поражения, как говорил Денис Юрьевич, для определения факторов риска, и методы ядерной медицины, включая синдеграфию и самая биржи, играют достаточно большую роль в оценке распространенности процесса. МАБДЖ был синтезирован в конце 70-х Вилландом и коллегами, а уже в 1984 году была впервые визуализирована нейробластома. Высокая чувствительность, специфичность данного метода. Так выглядит нормальное физиологическое распределение радиофармпрепарата. Для него характерно накопление в слюнных железах, слизистая полость и носа, миокард, печень, небольшое распределение по кишечнику, выведение в мочевой пузырь. Обязательно выполняется исследование прицельной головы в боковых проекциях. Перед вами два пациента с накоплением в первичном очаге, множественное менстатическое поражение. Второй пациент накоплением в первичном очаге, диффузное костно-мозговое и костное поражение. Казалось бы, что все достаточно просто. Есть специфичная метка, очень легко все определяет, диагностировать, но не все так в медицине. Порядка 10% есть нейробластом, который не накапливает МАБДЖ. Существуют пациенты, у которых есть как МАБДЖ позитивные, так и МАБДЖ негативные очаги. Исследование мы выполняем на оборудовании. Оборудование обладает своим, скажем так, лимитом. Как вы знаете, большая часть исследований, которые выполнялись до 2005 года, это были планарные изображения, и планарные изображения выполняются до сих пор. Применение методики Аффект КТ позволяет существенно увеличить чувствительность планарных изображений, но также обладает своими недостатками. Все-таки низкое пространственное разрешение, и это существенно увеличивает время исследования. Плюс, как вы знаете, что большая часть пациентов – это дети до 5 лет, которые заболевают нейробластомой. Они все нуждаются, практически все нуждаются в седации. Дальше я уже покажу конкретные случаи, и где есть какие преимущества того или иного протокола, который мы используем. Перед вами два пациента. Планарные изображения. На первый взгляд, нет никакой патологии, но мы знаем, что по результатам других методов исследования, как и в первом, так и в втором случае, есть огромная опухоль в забрюшенном пространстве, которая накапливает очаговый МАБДЖИ. Вторая опухоль меньше размера протеврально справа, но она тоже накапливает МАБДЖИ. Планарные изображения следующего пациента. Знаем, по данным УЗИ, есть опухоль в забрюшенном пространстве слева. Видим накопление слева, но когда вы выполняете аффект КТ, то вы понимаете, что накопление слева – это не что иное, как накопление нормальное, физиологическое в левом надпочечнике. Левый надпочечник не изменен по данным КТ, а сама опухоль расположена ниже, на уровне нижнего полюса левой почки, и она МАБДЖИ негативная. Билатеральные поражения при неробостоме и, на первый взгляд, никаких метастатических очагов мы не видим. Однако, после того, как я вам показывал, выполняется прицельная проекция головы в боковых проекциях, мы видим вот это накопление, которое прячется на планарном изображении за накоплением в слизистой полости носа. В данном случае это аффект, чтобы было лучше видно. Это не что иное, это поражение костей черепа, которые по МРТ тоже видим поражение. Если бы мы не выполняли планарное изображение, мы бы никогда на проекционных изображениях этого метастатического очага не увидели. Отличить принципиально важным является, как вы знаете, накопление или метастатическое поражение подкожных очагов, или это метастазы в легком. По планарным изображениям сказать, где какие очаги невозможно. У данного пациента и множественные подкожные очаги, и, как вы видите, очаг в легком, который накапливает радиофарм препарат. Протокол АФЭК-КТ также нам позволяет отдифференцировать не специфическое накопление. Не так много работ, но есть публикации, когда у пациентов с пневмонией, в данном случае у пациента двухсторонняя пневмония, видим накопление радиофарм препарата. На планарных изображениях вы тоже видите достаточно интенсивное накопление в проекции легких. И только данные КТ позволяют нам понять, что вы видите очаги уплотнения легочной ткани, бронхограммы, есть клиника. И в процессе лечения, то есть проведения антибактериальной терапии, выполненного контрольного исследования, вы видите, что уменьшается воспаление и уменьшается накопление радиофарм препарата. Но то, что это не специфика, возможно доказать только с использованием однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, сумещённой с компьютерной томографией. И МБД – негативная нейробластома. Видите, это метастатическое распространение, не накапливает радиофарм препарат. Синдиграфия кости скелета, которая включена стандартно в протокол НБ-2004, позволяет выявить накопление в нижней трети бедерной кости. Есть подтверждение по данным МРТ, что здесь есть очаг. Но, к сожалению, не всегда синдиграфия кости скелета нам позволяет достоверно что-то визуализировать. В данном случае синдиграфия кости скелета, я думаю, только небольшое количество специалистов, кто работает в радиологии, сможет сказать, что здесь есть какое-то поражение. Но по данным синдиграфии, вы видите тотальное поражение костного мозга у данного пациента. Мы проанализировали работу наших пациентов, у которых мы выполняли синдиграфию СМОБДЖИ, синдиграфию костей скелета, и показали, что никакого дополнительного значения синдиграфия костей скелета не несет у тех пациентов, у которых выполнялась синдиграфия СМОБДЖИ инициально, и опухоль А была МОБДЖИ-позитивная, либо были метастатические очаги. Единственный плюс для синдиграфии костей скелета был у пациентов, которые были МОБДЖИ-негативные, 14 человек, МОБДЖИ-негативные. В трех случаях синдиграфия костей скелета позволила выявить метастатическое поражение. До недавнего времени, до 2017 года, было достаточно мало таких работ. Все понимали, что синдиграфия костей скелета вряд ли приносит что-то новое, и необходимы другие методы визуализации для пациентов МОБДЖИ-негативных. В 2017 году была первая работа опубликована участием сотрудников Дона Фабер госпиталя, которая показала, как и в нашей работе, что никакого преимущества синдиграфия костей скелета не имеет. Как вариант, вместо синдиграфии костей скелета предлагают выполнять позитронно-эмиссионную томографию. В данном случае пациенты МОБДЖИ-негативные, огромная опухоль, не накапливая драдиофарм препарат по данным Аффект КТ. При ПЭТ-стордезоксиглюкозе есть накопление в самой опухоли, но это не имеет принципиального значения. Принципиальное значение имеет то, что мы визуализируем множественные метастатические очаги, и мы можем в этом случае правильно помочь вам, правильно отстадиировать данного пациента. Всем известно, что при инициальном исследовании может быть множественное метастатическое поражение. В процессе терапии количество очагов уходит, и к моменту окончания терапии нет никаких очагов. Всегда встает вопрос у врача-онколога, к врачу-радиологу, как же нам это посчитать, имеет ли это какое-то прогностическое значение. В этой связи было целый ряд различных методик предложено, но в настоящее время широко используются две, ИСИА-ДЖИ группа и ИСИА-ПЕН группа. Используют подсчет. На данном слайде представлен вариант, как считается, Кюри-скор, это предложено ИСИА-ДЖИ группой. Тело пациента разбито на 9 сегментов. Десятый сегмент – это первичное образование. В зависимости от интенсивности или количества очагов, то в медном сегменте определяется количество баллов. И по последним публикациям было показано, что Кюри-скор, например, если после окончания индукции он равен или меньше 2, то в этого пациента гораздо лучше прогноз, чем если количество очагов больше. Но не все так просто и здесь. Как вы знаете, неважно, это Кюри-скор или по ИСИА-ПЕН, там где 12 сегментов идет расчет, все считается по планарным изображениям. Перед вами планарное изображение у пациента. Мы видим два очага. И когда мы считаем, мы бы сделали определенное количество баллов. Но в данном случае у этого пациента не совсем два очага. Есть очаг, который локализован к крестце. Но так как он находится на планарных изображениях прямо за мочевым пузырем, активность в мочевом пузыре закрывает возможность визуализировать данный очаг. И только однофотонная эмиссионная компюнерная томография позволяет этот очаг увидеть. Но это тоже, на мой взгляд, я думаю, что онкологи за каждый очаг переживают больше. На мой взгляд, это не принципиально, когда это инициальное исследование. Принципиальным является следующий вариант. Этот же пациент. В кончании терапии вы не видите каких-либо очагов накопления. В этом случае, если бы мы ставили по кюре баллы, поставили бы ноль. Но у этого пациента, если выполняется аффект катета, вы видите, что как повздошная кость, так и крестец, и даже лимфатический узел, все очаги сохраняются. Мы их не видим из-за плохой разрешающей способности на планарных изображениях, но по аффекту, к сожалению, все эти очаги есть. Поэтому это не совсем ноль по кюре. Итак, синтеграфия самоимиджи до сих пор остается золотым стандартом. Использование однофотонной эмиссионной компьютерной томографии позволяет дифференцировать физиологическое накопление от патологического, от неспецифического. Накопление в образованиях малых размеров мы можем увидеть с помощью дополнительной методики. Накопление в гетерогенной опухоли, которая также может быть негативна при планарных изображениях. Данная методика позволяет достаточно четко дифференцировать. Есть, если мы видим накопление, например, там, проэцкой бедра, это накопление в мягких тканях или накопление непосредственно, когда поражен картикальный слой. Оценка ответа на терапию полуколичный метод, я сказал, что широко используется, но на наш взгляд, скорее всего, что аффект будет также иметь большое значение. Какие же недостатки? Время исследования. Даже при проведении дополнительного протокола аффекта одной зоны время исследования будет больше 90 минут. Если необходимо две зоны более старшего пациента, это еще плюс 35 минут на исследование. Сбор данных. Мы выполняем исследование, как и все, через 24 часа после введения радиофармпрепарата, что не совсем удобно пациентам, особенно если они приезжают из дальних регионов России, они вынуждены находиться сутки в Москве, и только на следующий день им выполняются исследования. И пространство разрешения достаточно низкое. Синдеграфия костей скелета, я уже сказал, что она до сих пор остается в НБ-2004, но я думаю, что если протокол будет меняться или появятся другие данные, будет, скорее всего, что прописано для пациентов МИБДЖ негативных выполнение ПЭД с ФДГ. У МИБДЖ негативных пациентов при противорективных результатах надо выполнять ПЭД. Пространство разрешения здесь гораздо лучше. Есть анатомическая корреляция всегда. Время исследования – это в один день. К сожалению, нет никакой специфичности в тордезоксиглюкоза в отлите от МИБДЖ. Достаточно высокое количество ложноположительных результатов, особенно после начала терапии. У таких пациентов с МИБДЖ все-таки мы можем это делать. Я думаю, что тенденции все-таки к позитронной эмиссионной томографии, но с радиоформпрепаратами, которые будут обладать чувствительностью, специфичностью достаточно выраженной. Высокой, как и МИБДЖ. Почему МИБДЖ остается еще привлекательным в настоящее время? Как вы видите, мы выполняем стендиграфию с МИБДЖ, и у нас есть терапевтический область. Когда мы МИБДЖ метим 131 йоду, можем использовать данную метку для терапии. Однако в настоящее время очень популярным становится позитронная эмиссионная томография с радиоформпрепаратами. Это аналоги с амацистатина, меченые галиями. Как вы знаете, достаточно большое количество нейробластом или клетки нейробластом экспрессируют с амацистатиновые рецепторы. И есть многие публикации, которые показывают достаточно хорошую визуализацию с использованием данных радиоформпрепаратов. И как плюс, существует также возможность эти же аналоги с амацистатиновых рецепторов метить бета-эмиттером это лютецем 177 и тем самым использовать для терапии. Хочу сказать, что мы выполняем исследования по ОМС. Если кто-то направляет нам бациентов, на сайте есть вся информация. Очень прошу ознакомиться для того, чтобы мы правильно это делали. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готов ответить. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok